13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает секретарь общественной палаты Кировской области Александр Александрович Галицких. Александр Александрович, добрый день. Добрый день, Светлана Завьевна. Выходные прошли у вас в работе. Мне очень хотелось бы, чтобы мы начали со вчерашнего мероприятия, тем более, что в дневном развороте уже мы эту тему открыли, мероприятие, которое было посвящено 80-летию Ладыки Хрисанфа. Вы там были. Да. Я бы хотела, чтобы вы вкратце рассказали, что происходило вчера в библиотеке имени Герцена и что вас лично связывало с Хрисанфом, если такая связь была. Ну, вы знаете, целая череда была вот таких, каких-то событий, посвященных 80-летию Ладыки Хрисанфа. К сожалению, я не смог попасть в субботу на службу поминальную в связи с тем, что вот мы с рабочей группой общественной палаты и с ревогубернатора ездили по улицам. А на эту встречу в Герценке собралось большое количество народа. Организаторы не думали, что будет столько. И вот на третьем этаже в конференц-зале сделали, надо было, конечно, большой зал брать, потому что половина примерно пришедших просто стояла. Вот. И, насколько я понял, организовал это отец Александр Былыбердин. Все было очень четко организовано, шло в течение двух часов эта встреча. И, конечно, было очень приятно, что на встрече были как и простые прихожане, которые любили очень Владыку Хрисанфа, так и его, ну, я бы даже сказал, сподвижники. Конечно, это прежде всего митрополит Астанайский и Казахстанский. Астанайский и Казахстанский Александр, который с Владыкой Хрисанфовым работал достаточно длительный период здесь у нас секретарем епархии. Сам он вятский по рождению своему. Также вятский архиепископ Верейский Евгений приехал из Москвы. И оба они, конечно, очень выступили интересно с воспоминаниями о тех годах. Я некоторые вещи не знал, которые прозвучали. Ну, а Владыка Александр говорит вообще удивительно, просто настолько весомо, там как-то очень экономно. За каждым предложением мысль есть, которую иногда и не развивает, догадывайся сам, как бы все. Ну, и мне тоже, ну, не пришлось успеть, я тоже выступил, потому что, ну, мы давно знакомы были с митрополитом Хрисанфом. Честно говоря, в дали времен, я даже не помню, с какого там это года было, первое такое яркое воспоминание от общения с ним, это самое начало 90-х, наверное, 92-й, может, 93-й год, когда я работаю директором Вятской внутренней гимназии, и вдруг мне звонок от Владыки Хрисанфа. Он говорит, вы знаете, вот в Вятку приезжает митрополит Петерим, это очень интересная фигура среди иерархов нашей православной церкви. И вот он хотел бы побывать в гимназии, встретиться с детьми, хотя гимназия у нас совершенно светская, вы знаете, наоборот, там с английским уклоном и прочее. Я говорю, да ради бога, приходите. И вот они приехали вдвоем, они полдня где-то провели в гимназии, они общались, причем и со самыми старшими ребятами, и со средним, и с малышами. Это было такое интересное общение. Слушайте, я удивлялся, я смотрел, как два вот этих достаточно уже зрелых, так сказать, человека в годах, как они общий язык находились с детьми любого возраста. А потом был очень интересный разговор у нас за чашкой чая, скажу, не только чая. И я столько узнал интересного внутренней жизни Русской Православной Церкви от митрополита Петерима, о тех проблемах, которые там существовали, я никогда об этом раньше не задумывался. Ну а потом, когда работал в правительстве и каким-то образом, так сказать, координировал взаимодействие с различными конфессиями нашими, конечно, достаточно много встречались с владыкой. И встречи эти были очень разные. Это были встречи в формате, скажем, каких-то праздничных там мероприятий, в формате нескольких человек. Это были встречи один на один, которые продолжались иногда там не по одному часу. И вот тогда, как бы я еще больше открыл для себя Владыку Хрисанфа, как человека, конечно, пожившего и такой опыт жизненный получившего. Вот он смотрел на тебя, и когда-то он все поднимает про тебя. Это удивительно просто. Потом, я не знаю, Светлана Владимировна, видели ли вы, как он заканчивал службы, и ведь он не уходил из храма, пока не благословит каждого, кто хотел попасть. И вот вчера там был интересный очень фотофильм небольшой, фотографии шикарные вообще взятые. И буквально там каждая треть фотография был он вот с этой рукой, которую он там на руки, на головы людей кладет. То есть, и они тянутся к нему. Я видел, как тянутся к нему люди. Он много ездил по области. Как-то встречали с ним, не помню уже тему, какую вдруг он... О, я вчера был в Туже. Какой храм там отреставрировали? Вы обязательно должны съездить в Туже и посмотреть этот храм. И начинают мне рассказывать, что там сделано, с какими людьми он там повстречался. Ну, просто с жителями Туже и так сказать, прочее. То есть, он очень был открыт к людям. Это здорово просто. Ну и... Как-то вот очень, конечно, в памяти уход его. Тяжелый уход очень был. И... Я был у него и на Лепсе в больнице. Ну, это, можно сказать, последний разговор был у нас. Вот. Потом мы провожали его вместе с губернатором из областной больницы на самолет в Москву. Так получилось. Он лежал когда в Москве. Я был в командировке в Москве один день. Не помню сейчас по какому вопросу. И, сделав дело, я поехал в эту больницу. Хотел увидеться, так сказать, как-то поддержать еще. К сожалению, не пустили. Вышел келейник. Так вот мы с ним поговорили. Я передал все привет и прочее. Ну и потом... Потом уже январь вот этот очень поздний вечер. Аэропорт Победилово. Маленький самолет, который доставил гроб с телом Владыки Хрисанфа. Наши вятские священники его вынесли на руках. И потом... Вот тоже вчера говорил об этом. Эпизод, который у меня прямо стоит перед глазами. Везли тело в его резиденцию на Герцена. И, ну, многие представляют себе это место и знают, что там очень крутой подъем к дому. А это январь, еще раз повторяю. Это микроавтобус. И он не мог преодолеть этот подъем. И вот все, кто были там, вот все священнослужители, губернатор, депутат Госдумы, там, посудил на руках, втаскивали эту машину туда, к дому Хрисанфа. Вот, причем, как бы вдруг вот такой единый порыв был, помогали. И то, сколько потом людей было и на прощании с владыкой, говорит, конечно, о том, что его очень любили. И я считаю, что вот такую встречу памяти надо было провести, потому что очень много прозвучало воспоминаний людей совершенно разных, которые с ним в разные периоды жизни общались. Прекрасный фильм Марии Валентины Дахматской был в конце. Показан выставка, фотовыставка развернута в Герценке. Ну, это дань памяти. Вы знаете, вот в заключительном слове владыка Александр напомнил одну очень, на мой взгляд, важную истину. Надо быть благодарным. И вот эта благодарность владыке, она прошла вот так вот через всю эту встречу. Вот так. Я ожидала, что это будет именно такой встречи с множеством и чувств, и мудрых мыслей. И мы тоже хотели поговорить с владыками, которые приехали на эти мероприятия, на ряд мероприятий. Но очень плотный был график, к сожалению, в программу «Союз нерушимый» в последний момент они не пришли. Но я думаю, что важно было встречаться, конечно, в этот момент с паствой. Важно было встречаться с людьми, которые непосредственно решали какие-то, может быть, вопросы даже обсуждали, проблемы. А они в нынешнем мире существуют, и очень важно решать вот эти межконфессиональные вопросы вовремя и заранее. В рамках своей работы как секретарем общественной палаты вы участвуете в работе разных совершенно комиссий. Наша комиссия по межконфессиональным отношениям, мне кажется, мне кажется, как члену общественной палаты, работает хорошо. И это, а вы, может быть, меня сейчас поправите. Я-то сужу по каким-то внешним, например, вещам, которые происходят. В частности, вот этот парад «Дружба народов», который по инициативе членов общественной палаты возник, мне кажется, такое грандиозное совершенно мероприятие. Есть проблемы, как в любом мероприятии, но, в общем, это хороший показатель того, что у нас здоровая такая атмосфера. Может быть, это мой какой-то взгляд такой со стороны, который не знает каких-то глубинных вопросов, процессов. Но вот какое внимание вы уделяете сейчас как секретарь общественной палаты вопросу межконфессиональных отношений? Вот, Слава Владимировна, нам с вами легко разговаривать, потому что вы член общественной палаты. И вы, честно говоря, больше меня знаете, вы дольше меня являетесь членом общественной палаты. Вы давно вовлечены в эту работу. А я только вхожу, как бы. Вот. И, вы знаете, на вашей комиссии я еще не был, хотя на многих уже комиссиях попал. Мне просто интересно, что происходит внутри этих комиссий. Но у меня прошла уже очень важная, на мой взгляд, встреча по просьбе целого ряда диаспор. По-моему, их 8 было, самых разных национальностей. Встреча за круглым столом в общественной палате. Обсуждали целый ряд проблем, в том числе и то мероприятие, о котором вы говорите. И предложение этих диаспор было... Марш проходил у нас 11-го, по-моему, июня. А что 12-го на площади они сами организуют эти диаспоры и мероприятия. Причем не просили ни финансирования, ничего, так сказать. И вот 12-го я был на площади тоже, встретился с ними еще раз. То есть я пообещал, я приду, посмотрю, что у вас получится там, раз вы такое задумали. Это диаспоры, которые не участвовали в марше? Это... Я не знаю, участвовали они в марше. Возможно, они и в марше участвовали. Они еще решили вот 12-го на площади развернуть целый ряд там мероприятий. Мало того, что шли по ряду, я смотрю, господи, плов по-узбекски, по-ташкентски, плов там по-бухарински. Еще как-то... Я не знал, что столько пловов раз бывает. Но пловы-то это ладно, так сказать. Там были и содержательные такие вещи, мероприятия. Поэтому... Ну и проблемы, они же о проблемах тоже говорили на этой встрече. Конечно, у них есть эти проблемы. И вот я всегда и в правительстве работая, как бы, считал и сейчас считаю, что на Вятской земле у нас есть одна особенность. На протяжении веков, в общем, четыре основных национальности, да, русские, марийцы, удмурты, татары, которые здесь коренными, можно считать, так сказать, на нашей земле. Все эти национальности жили же в дружбе, в мире. Были какие-то, может быть, нюансы там, но они быстренько решались все. Сейчас мы должны говорить о том, что, конечно, гораздо больше национальностей проживает в Кировской области. Это те, кто приехали сюда, скажем, достаточно давно уже, там, лет 25 назад, 30 некоторые. У них уже свои, на самом деле, какие-то культурные там, автономии есть и прочее. Поэтому сейчас немножко сложнее с этим стало. Но, по большому счету, вот это историческое чувство, мы живем вместе, это наша общая Родина, мне кажется, оно есть, вот, по крайней мере, из общения с разными представителями разных диаспор, я это почувствовал. И, ну, это, конечно, одна из самых сложных вещей, самых тонких, вот эти все межнациональные отношения. Сейчас нужно пристальное внимание уделять всему того, что происходит в мире, конечно. Сейчас приверемся буквально на одну минуту. Через минуту продолжим особое мнение Александра Галецких, секретаря общественной палаты Кировской области. Продолжаем программу, мы в эфире. И это особое мнение секретаря общественной палаты Кировской области Александра Галецких у микрофона Светлана Занькова. Но днем ранее, мы только что до перерыва обсуждали мероприятия, которые пришли, прошли вчера, а днем ранее в субботу состоялся совместный выезд представителей общественной палаты Кировской области, рабочей группы по контролю за дорогами и правительство Кировской области и администрация. Такой большой, большая была такая компания, надеюсь, что с рабочим настроением она туда поехала. Меня там не было, прессы было много, мы уже посмотрели, как кто что освещал. Но мне, конечно, интересны ваши личные впечатления, ощущения, Александр Александрович, как жители этого города, который эти дороги видел, видит и понимает, что происходит, в свете того, что вы представляете себе, какие гигантские федеральные средства приходят, и какие задачи были поставлены Владимиром Владимировичем Путиным, и что на самом деле производится сейчас на дорогах нашего города. Дорога Киров-Русская – это такая уже притча во языцах. И в социальной сети просто разрывается от комментариев местных жителей. У нас будет большой эфир в среду, сразу его анонсирую по этому поводу. Я хочу услышать ваши личные впечатления обо всем. Что вы увидели на дороге, как реагировали общественники, что сказал Васильев, понимает ли администрация ответственность, которая на ней лежит? – Прежде всего скажу Слава Владимировна, что посещая разные комиссии и группы, я дважды уже побывал на рабочей группе по общественному контролю за ремонтом дороги, за развитием дорожной сети. И мне очень понравилось, как работает эта рабочая группа. В нее входит не только члены общественной палаты, там много общественных контролеров, экспертов и прочее. Вот первая рабочая группа была в мае, как раз рассматривали ремонты, которые проходят в городе Кирове. Были приглашены все подрядчики. И честно вам скажу, что явились все, кроме одного. И, кстати, был представитель подрядчика этой московской фирмы. Разговор очень нелицеприятный был на группе этой рабочей, с предъявлением видеоматериалов, фотоматериалов, так сказать. Потом решили посмотреть, а что делается в области. И в июне прошла рабочая группа по ремонту дорог в Кировской области. Ну, тут, конечно, на коне был Решат Возрешитов с федеральной дорогой, которая идет у нас от Киров-Котельничного на Кострому уходит. Дорога в очень хорошем состоянии. И сейчас вот там еще идет ремонт от поста ГАИ до Юрианского поворота. Понятно, там технологии соблюдаются. Он правильно говорил. Соблюдайте технологии, не воруйте. Все. Больше ничего не надо. Ну и во время встречи нашей рабочей с главой региона, с Игорем Владимировичем Васильевым, мы целый ряд вопросов обсудили. Это субботняя вот эта встреча. Нет, это была в мае встреча, нет, в мае у нас была встреча, в конце мая. И мы договорились, если вы помните, он где-то осенью уже с этой рабочей группой по дорогам ходил и сказал, что он себя считает членом этой рабочей группы, тоже общественным контролером. И мы договорились, что, так сказать, мы сделаем такой выезд, посмотрим. Причем Игорь Владимирович, мне это понравилось очень, он сказал, вы сами определяете, куда едем. Вот скажите, понятно, что я не специалист уже здесь, я сразу связался с руководителем рабочей группы, с Константином Сергеевичем, с Сетчихиным, с активными очень членами рабочей группы, с Виталием Викторовичем Брамом, с Александром Владимировичем Булдаковым, с Александром Викторовичем Булдаковым. И мы внесли предложение в правительство, что давайте посмотрим минимум три улицы, которые ремонтируются. Первая это проспект строителей. Почему? Потому что когда на сайте общественной палаты было голосование жителей Кирова, какие дороги, какие улицы надо, чтобы были отремонтированы, проспект строителей занял второе место. То есть огромное количество людей проголосовало, чтобы его надо делать в этом году. Что и делается. И там к завершению работа идет. И сразу хочу подчеркнуть, что и мы говорили об этом на рабочей группе. Мы не будем ездить, принимать дороги. Это не наше дело, мы не специалисты. Общественность смотрит, как это все происходит. Насколько соблюдаются технологии, насколько сроки соблюдаются. И что важно, фиксируют. И фиксируют это. И в бумажном, и в виде материалах. Вы знаете, что настолько работу развернули хорошо наши активисты, что люди ночью проезжая, снимают видео, сразу выкладывают на соответствующие ресурсы, посылают нашим членам рабочей группы. Это очень здорово, кстати. Очень здорово. И вот первый проспект строителей. Второй взяли небольшой участок дороги. Это самый финал улицы Московской, к метро ехать. Дорога, которая в прошлом году была отремонтирована. А в этом году уже асфальт посыпался. Но там еще гарантийные сроки. Вот это очень важно здесь было обратить внимание, что давайте предъявляйте санкции соответствующие. Пусть эта фирма исправляет все, что она накосячила там. Это обращение было к администрации, я так понимаю, городской. Да, конечно. А что же они без указания рабочей группы не могли предъявить? Не уследили, может быть. Я еще один раз этот вопрос задал. Да. И, значит, ну и третье было предложение, конечно, дорога, о которой вы сказали, жуткая, кошмарная. Я сам несколько раз в прошлые годы ездил по этой дороге на село Русское, которое... Это как после бомбежки. То есть у нас, конечно, мы там идеальными дорогами мало можем похвастаться в Кировской области, но это особая вообще статья. Я бы сравнил ее. Еще одна дорога из Кировской области, это дорога на Нагорск тяжелая. Но сейчас, говорят, там тоже уже отремонтировали. Ох, это вообще еще песня-то. Ну вот, и Игорь Владимирович согласился со всеми этими объектами. То есть, вот как он сказал, вы определяете, мы определили. И, на мой взгляд, конечно, очень интересная была, как это сказать, встречи не назовешь, так сказать, инспекция такая. И очень много и замечаний, и критики, и деловых предложений члены рабочей группы высказали в Рио губернатора. И тем руководителям, которые там были, а были, кстати, все подрядчики тоже, руководители города. Те, кто отвечают за эти вопросы. Ну что, в сухом остатке проспект строителей, и об этом наши все общественные эксперты говорят, что да, там качественное все делалось и делается. И мы это видели, кстати, и там скоро уже завершение этой работы будет. И слава Богу, что проспекты таким образом отремонтированы. Я особо проехал до встречи по этому проспекту, особо посмотрел на больницы и школы, которые там есть, как к ним подъезды сделаны и прочее. Есть съезды? Нормально. А то у нас любят дорожники делать нам такие обрывы. Нет, у 53 школы нормально сделано там все. Там еще и ограждения идти по программе «Безопасный город» стоят. То есть все нормально там. Переход со светофором есть. По дорожке, кусочку дороги по гарантийному договорились, что городская администрация начинает всю претенциозную работу. Ну и, наконец, русская. Значит, там, конечно, разговор был очень нелегкий, прямо скажем. А правда там были такие истории, что приезжает инспекция, а рабочие, которые на дорогах чуть ли не лопатами разгоняют, что вы нам тут мешаете работать вообще со своими инспекциями? Не знаю. Но на Васильева вряд ли бы, конечно, лопату бы поднялись. Нет, на нас там слишком много было, плюс журналистов много было, так что никто лопату не поднимал. Но там спор большой был очень. Один из членов рабочей группы, который специалист как раз в дорожном строительстве, указал, что, по его мнению, не соблюдаются несколько технологических моментов. Шамиль Бузиков. Шамиль Бузиков, да. А вот представители субподрядной организации, это Кировавтодор, да, или Вяткаавтодор называется? Да, нам напомнить, что выиграла московская фирма подрядчиков, и на субподряд набрала Кировских. И вот, так сказать, их специалисты на конкретных примерах этой дороги прямо, так сказать, водили нас, показывали, что соблюдается. Я думаю, что многие знают эту историю, что там 16 миллионов не хватает, которые, значит, в тех заданиях. Не рассчитали. Вообще там, честно говоря, изначально, и это все согласны нашей члены рабочей группы, что изначально допущена была ошибка в тех заданиях. То есть, некачественно сделаны тех задания. А что это значит? Что соответствующие службы не знают наших дорог, не выполняют свою работу? Я думаю, что это некомпетентность ряда товарищей, которые за это отвечают. Некомпетентность натуральная, она не только в том, что не знают там дорог наших, а, оказывается, не знают даже технологий. Вот. И когда все это вскрылось, получается, что, ну так, по-простому очень, я тоже не специалист в этом, что вот этот первый слой асфальта кладется не так, как надо было его класть. Так это же деньги кладутся. Деньги кладутся вот так. Деньги кладутся. Они же закончатся быстрее и получают. Нет, нет, нет. Я задал этот вопрос. За счет чего вы это делаете? Вы же, извините, работу двойную сейчас делаете. Эта оплата у вас пойдет. Ответ я получил четкий очень, что это за счет своих средств. Как это может быть, Сан Савович? То есть, они потратили деньги, чтобы, они зарабатывают деньги, а в итоге свои же тратят на это? Ну, какую-то часть своих, вероятно, им придется потратить на это. Мне кажется, есть какое-то лукавство здесь. Да, может быть, оно есть, но я думаю, что этого, наверное, бы не было и на это не пошли бы, если бы как раз не то усиленное внимание общественности, которое к этой дороге было. А вот, кстати, про усиленное внимание общественности, насколько оно оправдано и как долго оно еще может существовать, не подменяет ли это внимание своей работой, работой тех людей, которые оказались некомпетентными, мы после короткого перерыва покажем. Хорошо. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает секретарь общественной палаты Кировской области Александр Александрович Калевских. И несмотря на то, что мы звонки здесь, обычные смс-ки не принимаем, но вот наш коллега, ваш коллега... Члены рабочей группы, кстати. Члены рабочей группы, да. Юрий Львович Шлеминзон пишет в смс-ке мне комментарий к тому, что я сказала, что мешают рабочие, членам рабочей группы, в общем, снимать косяки. Он говорит, мне лично мешали, пишет он мне смс, делать фото косяков. Ну, то есть, мы это видим, кстати, в выкладках, в соцсетях, когда общественники прям показывают и снимают то, что озвучивает рабочая, что не надо нам тут... Вот это, кстати, такая интересная история, которую, видимо, надо отдельно с психологами разбирать. Когда стоят взрослые мужики, которые укладывают асфальт, они здесь живут, их мамы, папы, дети, и они месят вот эту вот глину вместе с асфальтом, и при этом тебе комментируют и говорят, что всё хорошо, что ты нам тут мешаешь? Да, я свою работу сделаю, а ты свою. Поедут по этой улице и будут костерить начальство в пух и прах. Кто это... Они забудут, что они клали этот асфальт. Это, к сожалению, так. Ну, вот это вот, кстати говоря, эти вопросы о том, почему общественники ездят с комиссиями и занимаются не свойственным им делом, а пускай это занимаются те, кому поручено. У нас же есть дирекция такая, дирекция иссякая. И зачем ещё и Васильев туда едет? То он во дворы, значит, сует свой нос, то вот он поехал на эти дороги. Что? Что у него команда не может работать? Что у него нет министра соответствующего? Что он там в администрации нет достаточного количества специалистов? Разве это его дело, говорят люди? Такие истории и здесь озвучиваются тоже. Зачем поехал, значит, один и другой? Вот зачем поехал Галецких? Что ему делать больше нечего? Во-первых, если поехал на рабочую группу общественной палаты, я просто считал, что я обязан быть там. Вот. Тем более сейчас говорю, что они очень активно, конечно, работают. Вот вы знаете, у меня двоякое ощущение по этому вопросу, который... Но вы слышали такие истории, Александр Александрович? Конечно, я тоже слышал. Зачем губернатор едет спектировать дороги? В свое время у меня, кстати, такое же было не только связанное с Игорем Владимировичем Васильевым. Зачем? Это вот, ну что ведь, есть люди за все отвечающие, там, спрашивая из команды и прочее все. Ну вот, где-то за последние три месяца у меня очень интересные разговоры прошли с тремя молодыми предпринимательными бизнесменами. И не сговариваясь, каждый из трех сказал одну очень интересную мысль. Что они хозяева бизнеса как бы своего. Что если ты владелец этого бизнеса, хозяин его, если ты не будешь вникать во все детали, если ты не поймешь работу самого, так сказать, там, маленького по рангу сотрудника своего, не будет у тебя этого бизнеса, все провалится. То есть ты должен держать руку, ты должен вникать во все. И вот я после этого переосмыслил свою позицию эту. Я тоже считал, что мотаться там по дворам, по всем этим. А сейчас думаю, что на каком-то этапе, наверное, руководителю надо вникнуть во все. Понять все. Тем более, руководитель, который, так сказать, не вырос здесь, а приехал сюда и горит желанием, так сказать, сделать хорошо на этой земле. Поэтому, конечно, надо вникать, наверное, во все. И я думаю, что правильно здесь делает глава региона, что пытается увидеть разные стороны нашей вятской жизни и действительности. А к вопросу о том, что нужны ли такие общественные контролеры, ну, как сказать, можно сказать, скажу свое особое мнение? Конечно, конечно, только свое. Вот я считаю, что не нужны. Так. Но по результату, который я вижу, я понимаю, что, наверное, на данном этапе нужны. Тот же Юрий Иванович Лемензон на одном из заседаний рабочей группы поднимал серьезный вопрос, что вот рабочие, которые делают там этот ремонт дороги, с ними ежеминутно не находится ни мастер, ни начальник участка. То есть вот кто-то, кто контролировал бы их ежеминутно, нет этого человека и не будет никогда. Иначе нам такой штат там содержать им на всех этих. И вот на этом этапе то, что есть общественники, которые тратят свое личное время, которые тратят, так сказать, свои усилия какие-то на это, они взяли на себя эту функцию, наверное, сегодня это правильно. Тем более, что мы же с вами понимаем, и, кстати, хорошо очень это понимает Игорь Владимирович, он подчеркнул несколько раз во время этой встречи, что нам же не деньги освоить надо, нам надо дороги сделать хорошую. Вот вы сказали, Александр Александрович, что, скорее всего, возникло такое неправильное составление документации, конкурсной и прочего из-за некомпетентности соответствующих сотрудников. Ну, это мое мнение. Это ваше мнение. А Игорь Владимирович это увидел? Да, конечно. Что он сказал? Ну, там, насколько я понимаю, сегодня речь уже идет, понятно, это уже не исправишь. То есть, как? Исправить-то можно, конечно, было. Можно все сейчас остановить, по новой торги начинать. Это опять месяцы. Все, там зима, все. Поезд ушел, как бы. Кстати, дорога по-русскому, я посмотрел, у них плановый срок окончания 20 октября, но мы говорили, конечно, на группе, что дорожное все-таки строительство это особое, зависит во многом от погоды. И вот те сроки, которые там намечены, там 5 июля, там 10 июля, конечно, могут сдвигаться объективно, если, так сказать, там дожди идут, и понятно, что нельзя какую-то часть работ проводить. Ну, вот у них пока 20 октября, я тоже задал этот вопрос, вы уложитесь в эти сроки. Они так тяжело вздохнули, говорят, мы будем стараться. Я понимаю, что сегодня они могут только 100% сказать, что они там это сделают. Вот. И от чего-то мы ушли. Менькин останется на своем посту и может отвечать за все это. Вопрос не к секретарю общественной палаты. Не к секретарю общественной палаты. Ну, так что с этими некомпетентными сотрудниками, которые... Да, а вот ушли мы от этого. Но сегодня речь идет прежде всего уже о следующем годе. И мы же понимаем с вами, это программа президента, как вы сказали, что если мы реально сделаем работу хорошо здесь, в Кировской области, то мы можем претендовать на серьезные федеральные деньги на следующий год, там через год и так далее. И вот уже учесть эти ошибки, которые сегодня совершены. С теми же людьми будем учитывать? Опять вопрос, опять вопрос не к секретарю общественной палаты. Эх, ладно. Посмотрим, какие бы... Но вот то, что глава региона ездит с членами общественной палаты и слышит их мнение, я думаю, что выводы какие-то он делает, и кадровые. Это уже вот компетенция исполнительной власти. Хорошо. Александр Александрович Галецких, его особое мнение мы слушаем. Остается немного времени, а нам нужно обязательно проговорить важные вещи, которые были озвучены на мероприятиях в общественной палате Российской Федерации на прошлой неделе. Мы же кое-как смогли посвятили наших слушателей в то, что происходило. Приглашали наших представителей сюда, Дмитрия Донского и Андрея Усенко. Они нам рассказывали, поэтому будем рассчитывать на то, что люди знают. Однако, Валерий Фадеев, нынешний секретарь общественной палаты Российской Федерации, очень интересное предложение выдвинул. Он сказал, что необходимо согласовывать с общественными палатами назначение главных редакторов региональных и муниципальных СМИ. Что вы думаете по этому поводу? Я ничего по этому поводу не думаю. Я считаю, что это... Ну, как сказать... Я надеюсь, что он имел в виду государственные СМИ. Ну, я думаю, конечно, только государственные. Дальше он не пошел. Вряд ли, так сказать, в частных. Я же хочу сказать, что каждый орган, любой, будь это орган власти, любой законодательно-исполнительный, или даже общественная палата, некое представительство общественности, я думаю, каждый орган хочет на себя затащить как можно большую функцию, чтобы показать свою значимость. Вот в данном случае, на мой взгляд, это совершенно несвойственная общественная палате функция, чего же согласовывать там главных редакторов СМИ, пусть даже государственных и муниципальных. У них есть свои учредители, которые сами знают, понимают, и ответственность потом несут за все. То есть я считаю, что вот такие-то вещи, натягивания. Кстати, Слава Владимировна, мы с вами в перерыве маленько об этом говорили в паузе. Вот та сейчас огромная работа, которая идет по созданию общественных советов в органах исполнительной власти. Но мой взгляд, тоже некий перекос здесь есть, потому что, ну, зачем обязательно члены общественной палаты в этом общественном совете там? Зачем обязательно представители НКО? Мы с вами знаем, что вот по последним четырем советам стоит проблема. Там только почему-то только в инспекции по каким-то судам-то, значит, там маломерно. И у МВД тоже все хорошо. Вот там только нашлось больше, чем надо, так сказать, конкурс будет. У остальных пока еще, так сказать, тяжело дело идет, так сказать, желающих НКО, которые бы хотели войти в состав общественного совета, нет. Может, потому что пока не видна особо работа этих общественных советов. Может быть. Но вот так натягивать на себя какие-то лишние функции общественной палаты, наверное, смысла нет. Это все-таки неисполнительный орган власти. И еще один очень важный вопрос о давлении власти на общественные палаты. Он тоже был озвучен на прошлой неделе. Этот тезис, что общественная палата ручная, мертворожденная, зависимая, вот к Кировской палате относится? Ну, пока скажу только за тот период небольшой там с конца апреля, когда избран секретарь общественной палаты, свои впечатления от общения с теми людьми, которые, как вы говорите, могут оказывать давление. Ну, во-первых, я увидел большую заинтересованность Игоря Владимировича Васильева в работе общественной палаты и в привлечении общественности в целом шире, чем общественная палата, он смотрит, и он прав здесь. Чем больше представителей общества нашего здесь, Кировского, мы привлечем к решению проблем, тем, наверное, будет лучше. То есть его интерес давлением назвать нельзя? Наоборот. А нет, можно в каком-то смысле. Он давит, говорит, активнее работайте, активнее работайте. Непосредственный зампредправительства, который, так сказать, курирует... Господин Бикетов. Да, Владимир Владимирович Бикетов. Установились очень такие деловые хорошие отношения. У вас с ним вовлечены? Да, да, да. Он бывает на совете общественной палаты. И на пленарке будет в эту среду? Мы ожидаем. Там у нас планируют час с министром, как раз с ним как бы должен быть 28-го числа час. Его замы бывают. Потом, ну вот... А я вам скажу, как член общественной палаты, Александр Александрович, что как раз замы, господин Васильев и министры, не очень-то активно сейчас посещают общественную палату. Очень часто бывает, что на комиссии отсутствует... Сказала, Владимир Владимирович. Слышал это мнение. Ну вот, опять же, опираюсь только на то, что, так сказать, вот сам, в чем сам участвовал. Вот только за этот период несколько министров сами напросились на встречу со мной. Министр экономического развития, министр природных ресурсов, министр культуры. И обсуждали, как выстраивать дальше взаимоотношения с общественной палатой. Это их инициатива была. То есть даже не я просил, что давайте-ка встретимся. Потом вот я член... А что, интересно, они обсуждали? Раньше они просто приходили на комиссии, а теперь они через вас как-то работают? Нет, 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 нет. Они пришли, так сказать, целый ряд вопросов, которые им накидала, когда там соответствующая комиссия общественной палаты. И показать, что они делают, и как дальше выстраивать эти взаимоотношения с общественной палатой. С конструктивом приходили люди. Приведу еще пример. Я член двух комиссий, ну как бы там войти надо было в комиссии. Одна, понятно, что по культуре, образованию и прочее. Вот последнее заседание этой комиссии. Вопрос, который поднял Антон Касанов, касается наличников одному из домов, по-моему, на день я его здесь. Известный дом, очень все его знают, который под снос как аварийный идет. Что делать с этими наличниками? Так вот, на этот вопрос пришли и замминистра культуры, Елена Викторовна Царева, и представители, так сказать, тех учреждений, которые занимаются охраной памятников. И они не просто пришли, они пришли с готовым ответом уже, с решением этого вопроса. Это хорошая история. То есть, вот я посмотрел и думаю, а что же говорят, что игнорируют, так сказать, министры и замминистров. Игнорируют, Сан Савич. Ну, посмотрим. Если будут игнорировать, будем воспитывать. Если спросят на пленарке профильного министра, и будет поднят такой вопрос, тогда действительно проблема существует. Но это в среду мы можем услышать. Да, конечно. Надо, кстати, людям сказать, что пленарные заседания общественной палаты, это ведь открытые мероприятия. Я больше вам скажу, я с удивлением узнал, что любое заседание комиссии общественной палаты, это открытые мероприятия. И люди приходят, и слава богу, и замечательный, любой может прийти, посетить, и, так сказать, если получится, даже, так сказать, может быть, мнение свое высказать. Отлично. Это состоится в ближайшую среду, в пленарных заседаниях. Посмотрим, сколько людей придет. Секретарь общественной палаты Кировской области Александр Александрович Галевский был в студии нашей радиостанции. Я благодарю за ваше особое мнение. Спасибо, Светлана Владимировна. Микрофон Светлана Занько работала. Всем до свидания. Особое мнение на 101FM.